Итак, девчонки, всем привет! Меня по-прежнему зовут Ольга Чебыкина, и вы на канале Женщины. Передо мной Полина Завьялова, и мы с вами открываем этим видео вторую серию нашего марафона, которая называется «Источники твоей женской силы». Да-да, именно твоей. Если вдруг вы первую серию не смотрели, то можете посмотреть. Этот марафон прекрасен тем, что он теперь бесконечен во времени. Можете к нему возвращаться, пересматривать, советовать подругам, но те, кто идут с нами в том темпе, в котором выходит видео, это, наверное, особенно прикольно, потому что мы можем давать какую-то живую реакцию. Очень, кстати, классно осознавать, какое огромное количество девочек к нам присоединились, написав под видео первым «Я с вами». И не забывайте, те, кто не посмотрел фильм, обязательно посмотрите. В первой серии подробно рассказываем. Итак, у нас сегодня Артемида. Первая, ну, условно, не по рангу, а первая из независимых богинь. Независимых. Да, мы начинаем исследование с независимых богинь. Почему? Потому что независимые богини – это наша основа. Без самости, без своей собственной какой-то личной реализованности мы не можем, по сути, качественно быть в отношениях. Потому что в отношениях любых, с мужем, с ребенком, с родителями, с друзьями, с кем угодно, люди хотят видеть личность. И чтобы личность проявилась, конечно же, нам нужны прежде всего независимые богини, и Артемида – первая из них. И как нам ее в себе распознать? Лучше всего понять архетип и его сценарии, его модели через миф, через историю рождения. Про некоторых богиней я буду рассказывать, про Артемиду обязательно расскажу, потому что это ключевой момент. И Артемида была дочерью Зевса и Леты. Лета была любовницей Зевса, она не была его женой. И, соответственно, жена Зевса была Гера, а Гера была исключительно ревнива, причем свой гнев ревностный она никогда не направляла на мужа, она всегда направляла его на любовницу. Так вот, Лета сбеременела от Зевса и попала под гнев Геры, который стал ее преследовать. Лета, понимая это, скрываясь от этого гнева, очень долго, ну, можно сказать, бежала по земле, бежала в поисках какого-то укрытия, в конечном счете она укрылась на острове необитаемом, где у нее начались роды. И она родила Артемиду. И этим бы все кончилось, но нет, она была беременна двойней. И впоследствии еще долго и мучительно она рожала брата-близнеца Артемиды Аполлона. А Артемида, резко повзрослев, помогала в этом деле маме. И тут мы можем очень легко понять природу Артемиды. Начнем с теневых сторон, потому что так будет проще в данном случае. То есть мы можем легко догадаться, может быть, тебе что-то этот миф уже скажет. Вот что мы можем понять про женщину, которая вот так вот появилась на свет, вот с этого начался ее путь? Ну, понятно, что это не самый простой приход в мир. И она полностью упустила тот момент, когда, может быть, ребенком может вот так беззастенчиво наслаждаться просто родителями жизни. Она сразу стала как бы старшей сестрой и подспорьем мамы. Плюс есть еще сложные отношения с властной женщиной, которую преследовала мать. Ну и тоже непонятно, что с отцом. Ну, верно ты подмечаешь, в верном направлении движешься. И вместе с тем ключевым моментом этой истории будет то, что она сразу получила проблемы, связанные с мужчинами. То есть с папой, который это все как бы устроил. Не вступился, не защитил. С братом, который вот такое маме устроил. То есть такая основная теневая сторона Артемиды в силу этой истории. Мы начинаем с него, с нее, именно с теневой, недоверие мужчинам и миру в целом. Но вместе с тем у нее очень много сильных сторон. В силу такого начала жизненного пути она обладает способностью легко идти на новые территории, быть независимой и сильной. Как в этой истории она сразу стала сильной, она сразу стала помогать. А Артемида это помощница, защитница всех женщин, феминистка за права женщин и так далее. Нужна ли нам Артемида как архетип внутри нас? Конечно, да. Потому что это наша способность идти в новое. Наша способность вообще какие бы то ни было начинания делать. Если говорить про силу, про энергию, это все Артемида. И, конечно же, важная ее черта соперничество. Хорошая черта или плохая? Смотря в какой ситуации. Ты мудрая женщина. Конечно, потому что нет ничего хорошего и плохого. Есть выгодное и невыгодное в данной ситуации. Причем в разных ситуациях. Совершенно верно. Так вот, соперничество Артемиды очень мешает ей жить, когда оно направлено на мужчин. Артемида открыто соперничает с мужчинами. Выиграет ли она от этого? Большой вопрос. Зависит от ситуации. Если тебе нужно выиграть тендер, допустим, за какую-то вакансию, допустим, или что-то еще, и ты соперничаешь с мужчиной, в принципе, можно выиграть. Но даже вопрос. Может быть, какие-то другие женские стратегии, которые мы изучим позже, больше бы помогли. Да. И легче бы это все. Но вот, например, соперничество, направленное на саму себя. Да, знаешь, когда мы сами себя берем на слабо. А что мне слабо? Да. Как мы с тобой только что обсуждали, самостоятельно спортом заниматься, допустим, 3-4 раза в неделю. Это Артемида. Она способна соперничать и сама с собой. И вот эта ее способность соперничать, она может быть ей во благо. Если я сама себя могу подначить на достижение каких-то новых целей, это благо. Если же я открыто соперничаю с мужчинами, в каких-то ситуациях будет проблема. Особенно в ситуации, если я хочу выйти замуж или быть счастливой в браке. Вспоминаем первую нашу серию, где я рассказывала историю девушки, которой трудно быть в браке, потому что нет доверия к мужчине. Есть желание посоперничать, попробовать, позарабатывать больше, чем он и так далее. Ты знаешь, мой мудрый муж, когда только начинались еще наши взаимоотношения, он, видя во мне вот это, видимо, сильное начало Артемиды, это есть безусловно. Но, как мы уже говорили даже в первой серии, что все богини в нас есть. Кто-то больше развит, кто-то меньше, и в зависимости тоже от разных жизненных периодов, кто-то выходит там на первый план и так далее. И он чувствует, он мне сказал, говорит, только я тебя об одном прошу, все будет хорошо, то есть мы любим друг друга, мы оба умные, мы там мудрые в чем-то можем. Он говорит, только не надо со мной конкурировать. Только не надо со мной конкурировать, потому что, во-первых, это болезненно проиграть. А, во-вторых, зачем? То есть можно же договориться об этих ролях. Он меня от этого предостерегал, зная мой характер. Что интересно, Оль, у тебя очень мудрый муж, что интересно, женщины часто сами того не замечают, конкурируют с мужчинами. И то, что я хочу вам предложить, дорогие девочки, которые сейчас участвуете в нашем марафоне, попробуйте понаблюдать. Мы подспудно можем это делать. Незаметно для себя, это даже может быть не прямое соперничество, но приходя домой, мы забываем оставить Артемиду за дверью и принести Геру, которая нам нужна дома. О ней мы поговорим чуть позже, через несколько серий. А Артемида, да, действительно нам нужна. У нее есть еще обалденное одно качество, которое у тебя точно, я знаю, есть. У меня тоже есть, девчонки, и вам всем советую его обрести. Это качество иметь все, что не пожелаешь. Артемида благословлена не только делать начинание, но и чтобы они завершались успехом. С этим связан еще один миф, когда все-таки она была допущена на Олимп, и Зевс ее увидел, сказал, боже, если бы все мои дети, законороженные были такие классные, бог с ним с гневом моей жены. И он сказал, иди ко мне дитя, взял ее на колени и спросил, что ты хочешь. То есть вот это благословение, что ты хочешь, у тебя все это будет. Ну, Артемида проявила свою независимость, мне, пожалуйста, все земли за пределами этого Олимпа, пожалуйста, охотничьих собак и так далее. То есть она проявила свою независимость, богиня такая охоты, луны, независимая. То есть Артемида – это наше благословение иметь все, что мы не пожелаем. Поэтому это очень важный архетип, и важно его включать. Можем сейчас поговорить, в каких ситуациях. Одна из ситуаций проявлена в фильме, который мы смотрели. И Артемида очень нужна нам в этом плане. И вместе с тем, если она не к селу, она нам мешает. Главная задача Артемиды – научиться доверять этому миру. И тут важен выход в гейздию, о которой мы поговорим чуть позже, в одной из следующих серий. Потому что у Артемиды нет доверия. Она попала сразу в странную ситуацию. И сразу нужно было бороться, отстаивать свое право здесь быть счастливой. Да, да, да. Совершенно верно. И вторая ее ключевая задача – отказаться от идеи соперничать с мужчинами. Направить свою вот эту силу в мирное русло, свое соперничество на соперничество с самой собой. Конечно, можно продолжать применять эту стратегию соперничества с мужчинами. Но часто я вижу, как консультант, что основа разводов – это неукрещенная Артемида. Артемиды, которая не вышла в Геру. То есть, смотрите, девчонки, вступая в отношения, выходя замуж, мы должны понимать, что-то изменится. Как тебе намекнуло твой муж справедливо. И да, твоя Артемида имеет право быть, моя Артемида имеет право быть. И вместе с тем я понимаю, у меня есть сейчас еще и отношения. Отношения, хотим мы того или нет, – это зависимость. Это плохо, когда это со-зависимость. Когда я растворяюсь в человеке, живу его жизнью, живу ее проблемами. Вот это плохо, я потеряла свои независимые архетипы. Но это очень хорошо, когда это взаимозависимость. В чем разница? Со-зависимые отношения – я потеряла себя, я растворилась в тебе, я живу тобой, я завишу от твоего настроения, от твоего успеха, от твоего всего. А вот взаимозависимые отношения – я личность, ты личность. И мы видим, как мы способствуем развитию друг друга. То есть вместе мы сильнее. Вместе мы сильнее, чем каждый по отдельности, но каждый по отдельности прекрасен и интересен. То есть задача Артемида – понять, что взаимозависимые отношения могут быть прекрасны. К сожалению, я часто вижу, что если у женщины есть такой травмирующий опыт, похожий на опыт Артемиды, когда папа не обязательно вот так именно поступил, но, например, не поддерживал семью, на него нельзя было положиться, пил, бил, то стратегии Артемиды могут быть очень сильны. И почему так много женщин, которые сейчас трудно довериться мужчине, много разговоров о том, что мужик нынче вялый пошел. Потому что такой взгляд наш на мужчин. И на самом деле, если включается качественная гера, о которой мы будем говорить позже, то мужчина тоже может измениться. Люди не меняются, говорят, с одной стороны, но у людей может раскрываться их потенциал. Я в это твердо верю, я это наблюдаю в своей практике, и я на этом стою. Хотя я знаю, что очень многие консультанты могут сказать что-то иное. Я буду твердо в своей позиции, я думаю, ты сможешь присоединиться, даже наблюдая свой собственный брак. Конечно. Что мы в нем все-таки, мы раскрываемся, раскрываются грани, другие грани личности. И это удивительно, да. Взять сильные грани Артемиды, благословение иметь, все, что пожелаешь, идти в новую территорию. И, девчонки, сейчас наблюдайте, как у вас с этим? Потому что часто проблемы могут быть связаны с тем, что мы боимся пойти во что-то новое. Если говорить, например, про групповые форматы, школы счастливых женщин, я иду в живые школы, и онлайн-школы, часто девочки приходят, забуксовав на каком-то своем периоде жизни. И пойти во что-то новое сложно, много страхов, по целому ряду причин. Означает, нужно качать свою Артемиду, прокачивать ее прямо, включать ее энергию. И что мы видим с вами в фильме? Наша главная героиня после трудного развода, после того, как она пожила в съемной маленькой квартире, уже очень много месяцев, получает волшебный пинок от своих друзей, которые включают ей Артемиду. И говорят, съезди-ка в Италию, просто в путешествие, просто для себя. И лучший способ включить Артемиду, это уже рецепты пошли, отправиться на новую территорию любым способом. В прямом смысле можно. В прямом смысле можно, можно в косвенном. То есть смотрите, вообще, девчонки, не страшный способ включить Артемиду, начать регулярно выезжать, например, недалеко, например, даже вот рядом где-то с городом, но в новые места. Люди часто выезжают, но часто выезжают на один и тот же пляс с одним и тем же способом провести время. Но можно ездить в разные культурные пригороды. Чем больше новых территорий, тем лучше чувствует себя наша Артемида. Также это пойти во что-то новое, как в гипотезу. Не зацикливаясь на том, уменьшается она успехом или нет, все-таки попробовать что-то новое. Любая новая территория – это Артемида. Девчонки, мы видим, как классно она повлияла на нашу главную героиню. Просто оказавшись в Италии, ее остальные источники потом начинают раскрываться. Нам порой просто нужно поменять звезды над головой, пообщаться с новыми людьми. Это еще один способ, очень крутой, пойти в новую территорию. Общение с новыми людьми – это всегда новые мысли, новое вдохновение, новые идеи. Но как часто мы сидим в своем скафандрике и думаем, ну там же как-то страшновато, и вообще, может быть, все само собой решится. Но на самом деле мы можем очень сильно ускорить решение своих проблем, когда мы выходим из своего кокона и начинаем общаться с людьми. Поэтому хотим прокачать Артемиду волевым усилием, отправляемся в путешествия, в тестирование новых гипотез в бизнесе, на какие-то выставки, куда угодно, общаться с новыми людьми. Новая территория – это всегда включает Артемиду. Ты говоришь, вот я просто мурашаю изнутри. Это все и просто, и сложно одновременно. И сейчас просто могу классифицировать те ситуации, которые в моей жизни происходят. Во-первых, мы сейчас все в таком периоде находимся, когда все заново открыли для себя Россию. Я благодарна, на самом деле, этому карантину, потому что люди поехали на автомобилях, люди поехали на какие-то, значит, курорты, территории, которые не рассматривали для себя, потому что были открыты курорты, заграницы, еще какие-то более такие понятные, что ли, маршруты. И столько я встречаю людей, которые по-другому вообще взглянули на мир, на природу, на культуру, на взаимоотношения. Вот, например, наше первое длительное автомобильное путешествие очень сильно укрепило наши взаимоотношения. Произошло и самопознание, и познание нашей пары как пары, какой мы крепкий союз. А еще, знаешь, такой один важный момент. Я уже не говорю о том, что мы у нас было, что мы из Сочи приземляемся в Екатеринбург, и только интернет появился, покупаем билеты, решаем на следующий день лететь в Москву на выставку, потому что просто не можем остановиться и понимаем, что все выходные будут расписаны. Я же теперь сабборд осваиваю, теплые выходные, надо успевать, и все. И вот это просто закручивается, какая-то невероятная спираль вообще твоей жизни. Это так круто, вот это как слишком сладко. С новой территории начинается многое, ты права. Абсолютно. Столько новых эмоций, столько новых мыслей, новых каких-то желаний возникло. Вот сейчас вот лежат тут слева от меня стол мои рабочие распечатанные фотографии из этого путешествия. Я скорее хочу оформить альбом, я не могу в этой жажде жизни. Чувствуешь себя живой, правда? Просто вот меня разрывает от этого ощущения. Я хочу, чтобы девчонки его тоже почувствовали и поняли. Но ты знаешь, на какой момент хочу обратить внимание? Это тот упрек, который регулярно я получаю, и особенно тренеры женских практик, наставники. И моим экспертам регулярно это прилетает на канале «Женщины». Хотя он так и называется «Женщины». Это для нас. Хотя я знаю, что парни многие смотрят, что понять, что вам с того голове все такое. Нас обвиняют в том, что вот вроде мы как культивируем одну единственную главную идею каждой женщины – найти какого-нибудь мужчину. Лучше, конечно, получше. Вот если не нашла, то как бы и жизнь-то не удалась. Мы про мужчину с тобой вообще ничего не говорим пока. Вот, я хочу, да, про это объяснить. И даже когда мы говорим про вот эту возможную необходимость умерить свой пыл к соперничеству, это на самом деле про ваш личный комфорт. Про то, что можно миру чуть больше доверять, и станет глаже взаимоотношения с миром. Трение уйдет. Ты просто легче будешь получать то, что ты хочешь. Чтобы вы не думали, что это идея фикса. Весь марафон направлен только на то, чтобы как-то угодить мужчине подстроиться и помощь воздвести его на плене. Ни в коем случае, ни в коем случае. То есть Артемида как раз-таки наоборот, это про то, чтобы открыть для себя свою собственную территорию. Если ваш муж куда-то не хочет, отправляйтесь самостоятельно. Это то, что я говорю на всех тренингах про отношения. И наша Артемида, это прежде всего попробовать для себя что-то новое. Просто каждой смотрящей нас девочке нужно извлечь свои уроки. Если кто-то погрузился в супружество и вообще в нем растворился, нужно наоборот включить Артемиду. Здоровую Артемиду, которая хочет самостоятельно узнавать что-то новое, куда-то отправиться. И это никогда не вопрос денег. Давайте проверим это. Мы можем сесть на электричку, купив билет за 200 рублей и отправиться. Это всегда вопрос нашего желания. Другой вопрос, что возможно наша Артемида спит сладким сном, как у главной героини нашего фильма, которая просидела несколько месяцев в съемной квартире, пока не получила пендель. И надо задать себе вопрос. А я сейчас сижу в съемной квартире, в кавычках, условно говоря, и жду, пока что-то произойдет с моей жизнью. Либо я разрешаю себе, чтобы случилось чудо, надо нарядиться и выйти на улицу. Не устану повторять. Поэтому, чтобы случилось чудо, надо включить свою Артемиду и отправиться на новую территорию. Я считаю, любой женщине надо взять за привычку. Это терапия, чтобы чувствовать свою самость, ходить на свидание с самой собой, когда я наряжаюсь и иду куда-нибудь. Просто, чтобы почувствовать, а я сейчас вообще как себя чувствую, чего хочу, чем живу, как мыслю. Вообще такая вот небольшая перезагрузка, когда я встречаюсь с самым ценным человеком с собой. Да, просто изличное соперничество может мешать. Мы говорим лишь об этом. Но больше мы говорим про Артемиду для того, чтобы сейчас девчонки, которые немножечко погрязли, наоборот, почувствовали себя. Если я слишком замужем и слишком с детьми, наоборот, включить Артемиду. Значит, это может быть твое личное путешествие. Опять же, мне так нравится, что ты делаешь вот этот акцент. Это вообще не связано с деньгами. Как это мои любимые беспредельницы в экранизации. С деньгами-то можно дело делать. Конечно. Когда ты на самолете куда угодно можешь полететь, еще что-то. Автомобиль. У многих есть. Можно найти подружку. Можно объединиться. Там каких-то попучек. Электричка есть у всех. Электричка есть у всех. Абсолютно пешая прогулка. Не знаю, даже в окрестностях Екатеринбурга. На куче вот этих вот маршрутов, начиная от какие-то там каменные палатки, чертовы, городища, еще что-то. Есть люди организуются. Есть какие-то группы. Знаешь, я в журналистскую бытность еще там репортером находила. Мы ездили, снимали сюжет про забытые храмы Урала или как это называется. Да-да-да. Группы активистов, которые ездят вот эти забытые, заброшенные церкви. Там никакой охраны никого. Это такие живописнейшие места. Ты заходишь, у тебя просто столько новых мыслей рождается. Просто не сидите на месте. Это наше желание, это всего лишь наше желание открыть для себя свой собственный город. Я люблю очень наш город. И я вообще люблю все, что вокруг очень красивое. Ну, у меня есть какая-то вот такая профдеформация созерцательная. Так вот, мне очень часто пишут, господи, я вашими глазами вижу, что у нас красивый город. А сейчас я провела три дня в Питере, и мои подписчицы-читатели в Питере писали, «Полина, вы показали нам Петербург, мы его не видели, мы не видели, какой он красивый». То есть, живя где-то, мы как бы привыкаем. И еще очень важный момент. Как восполняется Артемида? Давай поговорим об этом. Девчонки, Артемида восполняется на природе. И если вы чувствуете свою потребность бывать на природе, значит, вы активно эксплуатируете свою Артемиду. И многие современные женщины, да, это я, это я, это я, активно эксплуатируют свою Артемиду, да. Мы с тобой в их числе, я думаю, многие наши зрительницы, девчонки, если вы в нашей такой вот категории, в нашем сценарии, в нашем сценарии архетипическом, и вы активно эксплуатируете Артемиду, что это значит? У вас все время новые начинания, новые проекты, их 100-500, и они вот расписаны. Артемиду нужно восполнять. На самом деле, любая современная женщина, как правило, вовлечена очень сильно в такую вот внешнюю какую-то жизнь, какие-то так или иначе проекты. Артемиду же может быть реализована и с проектами, связанными с детьми тоже. Конечно, конечно. Она там вместе с Димитрой объединяется, да, и проект там «Ребенок-фигурист», например. Ну, я условно говорю. Вот. И любая вот такая вот внешняя деятельность, связанная со своими новыми территориями, она истощает Артемиду. То есть она, с одной стороны, ей по природе подходит, с другой стороны, все равно может истощать. Поэтому нужно регулярно отправляться на природу. И если вы чувствуете, что вам надо на природу, не пренебрегайте этим чувством, отправляйтесь на природу. А если не чувствуете, но понимаете, что очень активно работаете, все равно отправляйтесь на природу. Слушай, это же мы вчера с мужем в ресторане сидим, и немножко у меня такое недомогание. Он говорит, я не пущу тебя плавать на доске, типа давай восстанавливай здоровье. Тем более мы так налетались, нужно немножко восстанавливать. Я говорю, тогда за грибами, поехали за грибами, я не могу просто. Мне хочется в лес. Я не могу, мне кажется. Ну вот это твоя Артемида, Оль, которая очень много разных проектов, достижений. Она говорит, сводите меня в лес. И она там отдыхает и восстанавливается. Всем привет, дорогие девочки. Еще раз огромное спасибо за то, что у вас так много. И за то, что вы с большим доверием, открытым сердцем относитесь к тому материалу, который мы публикуем на канале Женщины. За то, что такое огромное количество нас, женщин, красивых, умных, развитых, интересных, глубоких, решили принять участие в нашем с Полиной марафон. Сегодня мы с ней в этом выпуске говорили про свидание с самой собой. Вот я сегодня нарядная. Смотрите, я вам хочу похвастаться своими обновками. И даже сейчас покажу свои замшевые, светлые, очень красивые сапоги. Вот они. Сегодня сухо. И я надела их на голую ногу. И как думаете, куда я отправилась? Правильно, я отправилась на свидание с самой собой. У меня нет никакого супер важного дела. Мне нужно заехать к маме. Мне нужно зайти в продовольственный магазин, купить жидкость для мытья посуды. Абсолютно бытовые вещи. Но я крашусь, я наряжаюсь. Хотя крашусь очень легко, практически незаметно. Но вполне себе приятно выгляжу. Так вот, если у вас стоит задача научиться наносить макияж за 5-10 минут, делать его идеальным, делать его светящимся, делать его таким, который лишь подчеркнет ваши достоинства, откроет ваши глаза, подчеркнет блеск, который в них есть, для того, чтобы он был очевиден всему миру, вам просто показан наш курс базовые ключи искусства манипуляции или любовные ключи. Это уже следующий уровень. Ссылки на эти курсы есть в описании к этому видео. Но если вы совсем продвинутая и хотите работать уже с темой самооценки и денег, тогда присоединяйтесь к группе, которая стартует с 10 сентября. Этот курс идет только с поддержкой. Веду его я и Рада Русских. Наверняка вы ее знаете, потому что Рада является постоянным экспертом канала «Женщины». Итак, ссылки на все наши продукты находятся в описании к этому видео. Имейте в виду, что базовые ключи и любовные ключи можно купить за 5000 рублей без сопровождения и смотреть тогда, когда вам удобно. Если вы хотите наше личное сопровождение, мастер-майн-сессии, ответы на вопросы, они всегда у нас длятся безлимитно, по 4-5 часов, то тогда присоединяйтесь к потоку, который стартует с 3 сентября. Оба эти сезона. Ну а самый важный, самый ключевой, кульминационный третий сезон, как в хорошем сериале, стартует с 10 сентября. Не запутаетесь. Вот в описании все подробно написано со сроками и ценами, с описанием курсов. Также там отмечен мой инстаграм. Можете написать мне в директ, если не разберетесь самостоятельно, какой продукт для вас лучше. И еще кое-что хочу вам сказать. Вчера вела прямой эфир, и меня просто засыпали комплиментами о том, как я похорошела, насколько я стала хорошо выглядеть. Вы знаете, и я эти комплименты спокойно, с открытым сердцем принимаю. Я уверена, что это правда, что это никакая-то невесть, нежелание понравиться, нежелание обратить, знаете, на себя внимание, когда аудитория, ну, иногда так делает, когда они хотят быть замеченными в прямом эфире. С чем это связано? Цвет волос, который я еще усугубила, немножечко изменила. Сменила цветовые предпочтения в гардеробе. Научилась сама делать макияж. Я сейчас в эфир выхожу только самостоятельно накрасившись. Научилась сама делать макияж и укладывать волосы. Да-да, это произошло со мной в процессе записи курса. Точнее так, я это умела делать, но я отточила свои умения. В общем, курс «Мастер ключей» он изменил и меня. Он изменил и раду. Если вы смотрели наш последний хит, она влюбилась. Скоро про это у нас будет выпуск на канале «Женщины». Но это не так важно. Я хочу, чтобы вы поняли, что тот продукт, который мы создали, он настолько звенящий, что он изменил даже самих создателей. Конечно, в лучшую сторону. И внешний, и внутренний, и в ширину, и в финансовом плане тоже. Совершенно другие горизонты открылись. В том числе за счет того, что мы общались с вами на мастер-майдах. В общем, потоки базовые ключи, любовные ключи с 3 сентября, самооценка и деньги с 10 сентября. Все ссылки в описании или, если что, пишите мне в директ. Увидимся на курсе. Я уверена, что это будет грандиозно. А курс «Самооценка и деньги» — это вообще тренинг. Там будет очень много прямых эфиров. И там все задания, они тренинговые на преодоление. Но результат будет сверхъестественным. Все наши отзывы можно найти в аккаунте, который тоже мы укажем. Отзывы о курсе вы там почитаете, что жизнь девчонок, она делится над дойкой после нашего курса. Это не рекламный трюк, это правда. До встречи и спасибо, что смотрите. Итак, Артемида нам, безусловно, нужна для того, чтобы тестировать какие-то гипотезы по работе, ставить цели, легко достигать их. Именно Артемида дает нам силы и энергии, девчонки. Если сила и энергии на нуле, надо включать Артемиду. Как включать? Несмотря на то, что сил и энергии нет, отправляться на новые территории, отправляться в лес. Именно Артемида, наша вот такая наполненность, энергичность, вот такая жажда деятельности, это все она. Если мы видим перекос Артемиды, не доверяю мужу, соперничаю с мужем, не доверяю этому миру, то важно начать работать с этой теневой Артемидой. Больше всего через выход в Гестию мы поговорим после следующей серии про Гестию. Учиться доверять этому миру, учиться доверять мужчине, учиться доверять. Хочу дать один пример, девчонки, если кто-то себя обнаружил, что не доверяю, не доверяю мужчине, не так просто это преодолевается. Вместе с тем, ну, можно проанализировать, почему, какая моя детская история, как я говорила в первой серии нашей программы в прошлой, когда мы видим какой-то сценарий, предпосылку, он уже не так сильно на нас влияет. Был у меня такой опыт, но я способна сказать себе, как взрослая женщина, не обязательно это так, не обязательно все мужчины такие. И начать учиться видеть в мужчинах хорошее. То есть Артемиде очень важно научиться, в принципе, в мужчинах видеть хорошее. Если у вас сильная Артемида, и вы пока не вышли замуж, это пригодится для того, чтобы выйти замуж, если вы, конечно, что-то хотите. Если вы уже замужем, это пригодится для того, чтобы были лучшие отношения в семье. Как видеть в мужчинах хорошее? Вот реально, заводим блокнотик, неплохо бы завести блокнотик для разных практик, которые мы будем предлагать здесь, или вы найдете в любых других книгах и видео. И прям вот каждый вечер записывать, вот какие мужчины. Вот прекрасный оператор, Оля, твой, который сегодня принес вешалки с твоей одеждой. Какой прекрасный мужчина. Конечно. И такие мужчины, они реально повсюду. Важно замечать вот эти вещи Артемиде, чтобы градус критического настроения, недоверие к мужчинам постепенно снижался. Важно получить другие файлы, другую информацию. Информация, полученная в детстве, очень сильно она владеет нами. Если мы в детстве получили информацию, мужчинам нельзя доверять. Мы потом как по накатанной с этой информацией живем. Если мы хотим выйти из этого сценария, надо дать себе другую информацию. А чтобы ее себе дать, надо ее осознанно поискать. Ну вот такой рецепт. Прямо искать, что я хорошее видела сегодня в мужчинах. Каждый день 5 пунктов. Прямо как чистить зубы. Девчонки, хотите замуж, хотите, если вы семейной жизни, пожалуйста. Если есть муж, про мужа. Супер. Вот ты говоришь буквально позавчера. Я разбила телефон, я же теперь экстремальным видом спорта занимаюсь. И вот в Сочи мы были, я в одних трусах все время в мокрых ходила. И телефон в руке, его просто деть некуда. Я его, конечно, уронила на камне, но там было защитное стекло. Я приехала, и сразу же нужно поменять. Я прихожу в магазин, девочки, они даже, они такие спрашивают, а какой у вас айфон? Я такая говорю, а я не знаю. Две кукушки стоим друг на друга, смотрим. В общем, пришел парень, нас спас. Я говорю, можно, пожалуйста, и вы это сделаете? Я увидела в нем уже настоящего профи, наклеила это стекло, и мне продолжает рассказывать. Он говорит, вот у нас такая акция, нужно там что-то докупить, какие-то аксессуары, и что-то вам там еще будет больше. Я говорю, да нет, вы знаете, у меня все есть, я ни в чем не нуждаюсь. Спасибо большое, так приятно. Сделала ему комплимент его профессионализму. Он говорит, ладно, раз вы не хотите покупать, давайте тогда я вам подарю. Я говорю, давайте. Он говорит, я вам подарю там типа мульти-пульти какой-то зарядник, там универсальный и так далее. Я говорю, здорово, все, спасибо. Вот, понимаете, это удивительным образом работает, когда ты расположен к миру, расположен к мужчинам, расположен к женщинам, расположен к детям. Все эти категории людей твоих визави начинают отвечать тебе взаимностью, и с какой-то с лихвой, всегда с горкой насыпают. Я не знаю, как это объяснить. Просто вот доверьтесь. Вот в таких мелочах это работает. Но самое важное, я считаю, что, конечно, это замечать, отмечать и быть взаимно благодарной. И тогда вот этот маховик запускается. И он все раскручивается сильнее и сильнее. Как ты сказала, предела совершенствует, там, благости. И его не существует. Девчонки, хотите изменений, нужны новые действия. Я уверена, вы раньше не вели, может быть, такой дневник, не подмечание хорошего в людях. И я думаю, что стоит его повести, если прямо нет доверия к мужчинам, нет доверия к мужу. Кстати, с этой вот девушкой, которая была у меня на консультации из прошлой серии. Мы этот вопрос обсудили. Я говорю, а вообще в твоем уже есть что-то хорошее? И она говорит, ну, конечно, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Я говорю, что же ты ему не доверяешь? Она говорит, вот это глубинная память, недоверие. И она начала вести этот дневник, тоже восхищение мужем. Это очень крутая вещь, прям рекомендую писать. Она меняет сознание. Я заведу. Это потому что это хорошая практика, потому что я и в жизни благодарю. Я очень часто это озвучиваю, потому что часто люди не озвучивают. Как бы вещь хорошая, это как само собой разумеется. А вот если уж ты мне что-то плохое сделал, так я обязательно скажу и про это еще и напомню. Но у меня нет проблем, чтобы если я вдруг что-то хорошее сделал, это было очень смешно. Знаешь, как вот эта растираживанная фраза про то, что я отдала тебе лучшие годы, но это слишком пошло говорить так в нашем случае. Тем более, как Ярослав шутит, говорит, лучшие годы ты отдала не мне. Потому что я уже второй раз дам уже, я обожаю эти истории рассказывать. Вообще здравые отношения ко всему. Мы с ним летели в самолете, и я чуть медленнее ем, он смотрит, и у меня еще остался каперс. Он говорит, а ты хочешь каперс? Я его на самом деле хочу, но не настолько сильно, как хочу причинить ему пользу. Я говорю, любимый, ешь, конечно же. Он такой, да нет, если ты хочешь, я тебе не могу. Я говорю, да любимка, да ешь каперс, пожалуйста. Вот, и теперь у нас семейная поговорка. Я говорю, ну я как человек, который отдал тебе каперс. Вот, чтобы вот он помнил тоже про то хорошее, что я для него делаю. Я надеюсь, вы через призму критического мышления и юмора сейчас воспринимаете все мои такие легковесные рассказы. Но на самом деле это все про жизнь, про вот эти мелочи, про замечания, когда ты мне, я тебе, и это нормальный обмен. То есть это не торговля, это не какие-то бонусные очки мы друг друга начисляем. Хотя, как Святая Ермакова в свое время сказала, ты знаешь, все все считают. Я с ней согласна. Подсознательно. Да, подсознательно. Не в циничном смысле, а в самом обыденном. Я знаю людей, которые все записывают. Так или иначе, подсознательно мы учитываем это, и ты совершенно правильно сказала, что почему-то в нашей культуре повседневной уходят вот эти вещи, как благодарность, комплименты. Сейчас это возрождается в какой-то степени, и мы можем быть осознанными в том, чтобы это возрождать. Этого никогда не бывает слишком много. И чтобы начать говорить, нужно сначала видеть. Чтобы начать видеть, вот практика. Потому что, чтобы оно в речи проявилось, это уже даже следующий этап. Супер. Смотри, давай под каждым выпуском, если ты не против, мы можем девчонок просить проанализировать, в каком проявлении богиню они в себе увидели. Конкретно в этом выпуске, это часть нашего марафона, вашего, считайте, задания, нужно вообще осознать. Артемида, она в каждой из нас есть. Это константа, это данность. Вот какие проявления вы видите? Я бы, знаешь, как сформулировала? Как Артемида мне в жизни помогает? Артемида может помогать. Кстати, Артемида может помогать быть хорошей матерью, к слову сказать. Как ты думаешь, как? Если вот мы уже с ней познакомились? В поход с ребенком ходить? Верно. Она предводитель всех детей. Она возглавит это безобразие. Если ты не можешь остановить безобразие, нужно его возглавить. И Артемида делает это мастерски. Артемида легко включается в это. И она может помогать, пожалуйста, в материнстве. Она может помогать в бизнесе, как мы увидели. Она может помогать в работе над собой. Когда я сама с собой соперничаю, я не ем после шести. Она может помогать нам в повседневных ситуациях, когда нам нужна сверхэнергия, сверхвыносливость. Это все Артемида. Как она вам мешает, девочки? Быть может, она мешает вам, что вы соперничаете с мужем, соперничаете с мужчинами на работе. И более того, вы видите что-то... Увидите, как это. Это деструктивно или созидательно для вас? Все-таки в этом случае, когда вы соперничаете, Артемида вам все-таки помогает или мешает? Проанализируйте, пожалуйста, сами. И мы будем дарить подарки. Итак, начнем с того, что наше видео сами по себе являются для вас подарком. Я это абсолютно беззастенчиво сейчас заявляю. Это твоя Афродита. Но о ней мы поговорим в последней серии. Да, про нее все узнаете в последней серии. Еще и Полина приготовила для вас отличные подарки. Честно скажу, книгу я твою еще не прочла. Поэтому я не люблю когда обманывать даже в мелочах. Но у меня такая книга тоже есть. И мы с вами синхронный фильм. Я смотрела вместе с вами. Я вместе с вами иду по этим сериям, по нашим богиням. Тоже много что про себя узнаю. И с вами даже делюсь. Что нужно сделать? Я предлагаю, да, написать комментарий, девчонки, на тему, которую мы обозначили. Проанализировать просто-напросто свою Артемиду. Как она у меня проявлена, как она мне помогает, как она мешает мне, что я в связи с этим сделаю. И мы будем выбирать с тобой. Троим самым классным, на наш взгляд, комментаторам вышлим книгу. Это очень важно. Это не рандомный розыгрыш, что здесь и я, и Полина будем читать все комментарии. Мы обязуемся это сделать. Мы не зря заявили наши выпуски как марафон. Это такое определенное наставничество. Расскажи пару слов про книгу. Мне кажется, что будет очень интересно. Пару слов про книгу, да. Это результат моей Артемиды. То есть писательство для меня новая история, новое поле деятельности. Это моя первая книга. Как ты знаешь, может быть, не знают наши девочки, я 14 лет уже являюсь тренером личностного роста. Почти 10 уже из них я веду школу счастливых женщин. Много работаю с женщинами. И как результат этой школы родилась вот эта совершенно простая книжка. Это, можно сказать, сказка, повесть. Она написана в художественном жанре. Но после каждой главы ждут интересные практики и упражнения, которые помогут как раз-таки вот открыть источник силы внутри себя, сделать свою жизнь более живой. Это всем нам периодически нужно. Лично я сама читаю подобные книги для вдохновения регулярно. И вам с удовольствием подарю. Полина, вам и так это, я надеюсь, очевидно. Очень творческий человек. Ну вот, кстати, иллюстрация. И это тоже новое поле. Рисовать я начала во взрослом возрасте. Обложка тоже и рисовала я. Обложка – это акрила, иллюстрация акварельная. И, девчонки, это о том, что я начала рисовать просто для удовольствия. Я начала писать просто для удовольствия. Просто открывая новые грани себя. Ну, а если это приносит кому-то радость вдвойне – хорошо. Но, вы знаете, я сама очень счастлива. Когда я рисую, когда я пишу. Ты танцуешь еще. Да, танцую, когда я просто выхожу в город прогуляться, прогулять свою Артемиду. Олечка, и ты не представляешь, как много женщин на консультациях мне говорят подобные вещи, как типа, как хорошо было бы одеть красивое пролатье и просто пройтись. Понимаешь, мы с тобой живем в этой сказке, а не все в ней. Поэтому пусть нас будет там больше. Да. Я тебя опять до слез довела. И себя. Девочки, каждый выпуск все глубже и глубже. Это не просто слова, это не просто какой-то вот заведите блокнотик, вот напишите, вот заметьте, вот скажите. Это, точнее, простые действия, но которые открывают совершенно вообще другие смыслы. Другое качество жизни. Другое качество жизни. Для вас случилось счастье уже по самому факту существования этих видео. Я нисколько сейчас не преувеличиваю. Смотрите их, пересматривайте их, наслаждайтесь, думайте по несколько раз. И перечитывайте комментарии, это тоже очень сильно может помочь. Это великое удовольствие провести время в кругу женщин, изучая источники женской силы, купаясь, загораясь, наряжаясь. Это образ жизни, это возможность, допустим, так проводить отпуск или так проводить свободные часы, когда вы смотрите нас с Олей, и мы вдохновляемся от вас, вы вдохновляете от нас, круговорот любви в природе. Все, до встречи в третьей серии нашего YouTube-марафона «Источники твоей женской силы». Какая у нас богиня будет следующая? Афина. Афина. «Источники твоей женской силы» Афина. «Источники твоей женской силы» Афина. 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 Субтитры создавал DimaTorzok